Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Событие воскресения Христова – самый большой и светлый праздник. Этот праздник еще называют Пасхой. Это самый древний и важный праздник года. Главное в ожидании его подготовить душу, дать мыслям особый настрой, всем миром встретить светлое воскресенье добрыми делами. Именно об этом сегодня мы поговорим с епископом Петропавловским и Булаевским Владимиром. Здравствуйте, Владык! Здравствуйте! Пасхи предшествует о Великий Пост. Скажите, пожалуйста, в чем его важность? Когда мы говорим о празднике Пасхи, то мы всегда должны осознавать для себя, что для христианина Пасха – это самый великий праздник. А так как это великий праздник, то ему должна предшествовать определенная подготовка. Прежде всего, мы считаем, что этой подготовкой служит Великий Пост. К сожалению, сегодня, несмотря на то, что много людей постятся, много людей отказываются от какой-то пищи на время Великого Поста, многие люди не до конца осознают значение Великого Поста. К сожалению, люди считают очень часто, что пост – это просто желание сесть на диету. Убирают из своего рациона мясную и молочную пищу, рыбу, пытаются во время Поста перед праздником Пасхи лишь заняться коррекцией своей фигуры. Но я считаю, что пост телесный, то есть отказ от пищи скоромной – это лишь одна небольшая составная часть Поста Духовного. Главное для человека – это выдержать внутри себя пост духовный. Что значит пост духовный? Это значит, что отказываясь от всего того, к чему прилипается наша душа, в частности, от какой-то вкусной пищи, как элемента Поста, А в том числе добавляя сюда и убирание из своей жизни страстей, похотей, зла, зависти и прочих непотребных поступков, Человек пытается прежде всего самому себе доказать, что внутри его главнее – мысли о земном или мысли о небесном. Мысли о той временной жизни, которая нам дана, пусть в 60, в 70 лет, или в мысли о той вечности, которая нас ждет в мире ином. И вот потому-то перед праздником Пасхи и наступает Великий Пост для того, чтобы каждый человек, встречая вот этот праздник, в праздник и торжество из торжеств, он прежде всего победил внутри себя грех, подобно тому, как некогда Христос победил смерть своим воскресением из мертвых. Какова же важность Поста? Вы знаете, мне очень импонирует одна мысль, которую мы услышали у одного современного проповедника. Он сказал такую фразу, он долгое время окормлял зону, духовно окормлял зону, с заключенными общался много лет, построил храм внутри зоны. И вот однажды, когда его также пригласили в студию, и сказали, расскажите нам о посте. Вот что вы думаете о посте, о постном делании? Он ответил, быть может, грубой зоновской фразой, но ответил очень верно. Пост – это когда нужно каждому человеку навести полный шмон в своей душе. То есть попытаться настолько очистить свою душу от всего ненужного, выкинуть из нее все то, что мешает нам воскрелиться и взлететь от земли на небо. Праздник Пасхи столь велик, что именно к нему, как вот мы готовимся к своему дню рождения, мы тоже убираем квартиру, наряжаем себя, приводим прическу в порядок, готовим явство для гостей. Так и здесь мы, приближаясь к празднику Пасхи, должны приготовить себя пастор к тому, чтобы встретить его достойно. А почему праздник Пасха настолько важен для любого православного человека? Вы знаете, у апостола Павла есть очень дивная фраза, которая говорит как раз о смысле праздника Пасхи, о смысле воскресения Христова. Он говорит, что если Христос не воскрес, то вся наша вера пуста. Ведь согласитесь, вера христианина состоит именно в том, что Христос показал нам путь в жизнь вечную. Мы твердо знаем, что вот Он пришел, прожил с нами 33 года, испытал все тяготы этой жизни, был оскорбляем, унижаем, убит, но самое главное, что Он в третий день воскрес, как о том говорили пророки Ветхого Завета. И вот как раз вот это вот воскресение из мертвых показало всему миру, что смерть — это не конец нашей жизни. Смерть — это лишь переход из жизни временной в жизнь вечную. И потому Пасха окрыляет каждого человека в том, что мы действительно стоим на пороге всеобщего воскресения. Когда мы поем многократно одно песнопение, которое исполняется в воскресные дни и в пасхальные дни особо, там есть такая фраза «Воскресение Христово видевше». То есть каждый христианин, приходя в храм, слыша это песнопение, он твердо говорит прежде всего самому себе «Я видел воскресение Христово». То есть я знаю, что Христос воскрес, а раз Христос воскрес, то в этом мире мне больше ничего не страшно. Не случайно один из великих подвижников благочестия XVIII века, преподобный Серафим Саровский, он встречал всех гостей и говорил им одну и ту же фразу «Христос воскресе, радость моя». Не здравствуйте, не добрый день, а всех приветствовал вот этой пасхальной фразой «Христос воскресе, радость моя». И именно поэтому, мне кажется, мы говорим, когда об этом празднике, мы употребляем следующий эпитет праздника в праздник и торжество из торжеств. И в этот вот день мы должны благословлять Христа, который даровал нам путь в жизнь вечную. Ибо, повторю еще раз, если мы верим в воскресение Христово, то мы свято верим и в то, что и мы по смерти воскреснем вместе с Ним. Скажите, а как именно духовно подготовиться к этому празднику? Ну вот, помимо того сорокадневного поста, о котором я сказал, обычно люди пытаются, держа пост, несколько раз во время Великого Поста, подойти к Таинству Исповеди и после Исповеди причаститься. Для христианина любого это очень великие деяния, поскольку в Таинстве Исповеди мы очищаемся от наших грехов. Причем, я думаю, каждый христианин, он твердо знает, что Исповедь, она отличается от простого перечисления грехов. Ведь очень легко притискать, я согрешил тем, 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 уйти, а завтра совершать то же самое. Это не Исповедь, это сухое называние своих грехов. Исповедь, итог Исповеди состоит в том, когда человек после того, как он пришел на Исповедь, исповедовавшись, самое главное, дает себе обещание этих грехов уже не совершать. Именно поэтому Исповедь является как бы первым шагом к нашему очищению перед праздником Пасхи. И второе необходимое для христианина действие — это Святое Причастие. Почему? Потому что мы помним слова Спасителя о том, что «еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и я в нем». И христианин, когда в Великом посту подходит к Таинству Причастия, вкушая тело и кровь Господа, он соединяется с ним, и по слову блаженного Августина, тело Спасителя становится нашим телом, кровь Спасителя течет в наших жилах. И поэтому как раз Исповедь, Причастие — это те два крыла, которые несут нас во время Великого поста к встрече с Воскресшим Спасителем в празднике Пасхи. Поэтому, мне кажется, вот Исповедь, Причастие и пост — это есть необходимые составляющие для того, чтобы достойно встретить праздник Пасхи. Праздник Пасхи — дата нефиксированная. Почему она такая подвижная? Можете рассказать? Согласно учения Отцов Церкви, праздник Пасхи должен происходить в первое воскресенье после Пасхи Иудейской. Так как Иудейская Пасха подвижная, зависит от дня весеннего равнодействия, то, соответственно, и христианская Пасха, единственное, что немножко по-разному вычисляется у западных христиан и восточных, она тоже является подвижным действом, зависящая как раз от Пасхи Иудейской. То есть она никогда не должна совпадать с Иудейской Пасхой и должна быть на неделю позже ее воскресный день. Именно поэтому Пасха не фиксируется в числе. Наши благочестивые предки высчитали Пасху на много лет вперед. Вот если вы возьмете, такая есть книга Типикон, допустим, у нас есть в храме издание книги Типикон 902 года, то там Пасха расписана до 2040 года, то есть они вперед практически на 140 лет дали расписание Пасхи с указанием, когда начинается Масленица, когда Прощенное Воскресенье, когда Пасха, когда после Пасхи на 40-й день Вознесения и, соответственно, Троица. Вот эта вот Пасхалия, она очень подвижная, каждый год меняется и зависит, повторю еще раз, от того, когда у иудеев установлен праздник Пасхи. Пасхальное богослужение, оно особенное и имеет сложную структуру. Расскажите об этом. Ну, пасхальное богослужение, оно действительно необычайно особое. Почему? Потому что, когда мы читаем тот же Типикон, или как вот нас учили все время в семинарии, служба служится в кавычках фразой «веселыми ногами». То есть очень быстро совершается служба ради того, чтобы подчеркнуть вот эту вот радость этого праздника. Особенностью является то, что, в принципе, весь костяк богослужения остается прежним, но многократно народ и хор поют радостное песнопение Пасхи. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, что Исущим, то есть по-славянски в огробях, живот даровав». И к этому песнопению присовокупляется многократное исповедование того, что Христос воскрес. Священник, дьякон выходит на роду и на всех языках, на которых только пасхал может разговаривать, приветствует всех пасхальными возрастами. «Христос воскресе», «Христум дер ауферштанден» и прочие-прочие языки, какие только можно, в том числе и на государственном языке, и народ отвечает, потому что знает уже, как это делать. И я думаю, что вот именно вот эта вот особость богослужения состоит в том, что вот мы пытаемся, совмещая устав службы, богослужеба, какой есть, разбавлять его периодическим исповеданием того, что Христос воскрес из мертвых. Расскажите, а в чем значение благодатного огня? Давным-давно известны в церковной истории свидетельства о том, что в Иерусалиме перед праздником Пасхи, в Страстную Субботу, на гроб Господень сходят всполохи пламени и зажигается благодатный огонь. Некоторое время этот огонь является как бы невеществным, он не жгет, не зажигает, соответственно, ничего, не опаляет человека, не причиняет боль. Этот благодатный огонь мы считаем символом того, что уже воскресение Христово наступает для нас. Благодаря НТВ мы можем быть свидетелями ежегодно. Чудо вожжения благодатного огня уже несколько лет подряд. Они транслируют это событие из Иерусалима. Я думаю, что благодатный огонь – это прежде всего особая радость для христианина. Когда мы смотрим на вожение огня, мы вспоминаем толпы арабских парней, араб-христиан, которые живут в Иерусалиме, которые перед тем, как вожжется огонь, забегают в Иерусалимский храм, держат в руках барабаны восточные и поют религиозные христианские песнопения, скандируя их в пылком желании того, чтобы этот огонь быстрее сошел и даровал нам знамение воскресения Господня. И вот этот огонь пока что, слава Богу, милостью Божией сходит ежегодно. Чудо огня благодатного поддерживают и армянская церковь христианская. Они тоже берут один из зажженных пучков свечей и уносят себе в предел в Иерусалимском храме. Вожженные свечи на благодатном огне некоторое время, повторю еще раз, не опаляют лицо. То есть можно вводить около лица пучком этих свечей, и первые несколько секунд этот огонь не ждет, потому что он считается как бы невещественным огнем. Обожженные свечи привозят на паломники на родину, раздают в православных храмах для того, чтобы люди тоже часть этой святыни имели у себя. Поэтому я думаю, что когда мы видим чудо благодатного огня, вот это вот по телевизору, слышим о нем, для нас это уже символ того, что Пасха наступила. И по преданию старцев, опять-таки, если огонь в субботу зажегся, нам Господь даровал еще год жизни. Поэтому многие люди, с удовлетворением увидев вожение огня, облегченно вздыхают, говоря, еще есть год жизни на нашей земле. Прекрасно. А в чем значение кулича, творожной Пасхи и зачем красят яйца? Яркие принадлежности пасхального стола для христианина – это три вещи. Творожная Пасха, кулич и крашеное яйцо. Творожная Пасха символизирует всем своим видом гроб Господень, ту пещеру, где был погребен Спаситель. То есть она изображается в форме горы. Инициалы обычно Хэвэ – Христос воскресе, распятие рисуется на ней. Состоит она из творога с добавлением всяких разных сладких приправ. Символом той горы, в которой находилась пещера, где как раз погребли Христа. Хлеб пасхальный, или как мы называем его кулич, символизирует собой хлеб жизни, который Христос называл именно себя. Он говорил «Аз есим» – хлеб жизни, то есть смысл жизни, цель жизни. Поэтому делается пасхальный кулич, и он обычно в древности в наших домах стоял всю пасхальную неделю. На столе каждый входящий человек отрезал себе кусок и приобщался к пасхальной радости. Красное пасхальное яйцо, известное нам со времен еще Марии Магдалины. По преданию, она прибыла для того, чтобы проповедовать воскресшего Христа к римскому императору Тиберию. Вошла к нему и стала говорить о Христе, на что император сказал, такого не может быть, как вот это белое яйцо не сможет стать красным, так и не может человек ожить после смерти. И вот когда он это сказал, то в руках у Марии Магдалины белое яйцо окрасилось в красный цвет. И вот с тех пор по этому благочестивому преданию вся христианская церковь окрашивает яйца. Ну, я думаю, хорошая традиция – это красить яйца вот именно в луковый красный цвет, чтобы это было действительно символом вечной жизни. Почему яйцо? Потому что из яйца, вроде бы из мертвого материала, вылупляется птенец, а из мертвого становится живой. Это символ жизни, так и есть. Некоторые люди освящают красным вином. А вообще, что можно освящать на Пасху? Процесс и обряд освящения пасхальной снеди, он создан, в общем-то, для того, чтобы человек после поста, придя домой, разговелся освященной пищей. Поэтому церковь освящает пасхальную снедь два раза. Это в субботу днем и ночью в сам пасхальный праздник. Традиция освящать продукты, она необычайно древна. Мы находим описание освящения на рынках продуктов еще в летописях 4-5 века. Юстиан Великий, император византийский, своим указом приказывал всем пищу, привезенную с неизвестных частей Византийской империи, обязательно перед употреблением освящать в церквях, дабы на ней не было никакого осквернения. И поэтому вот эта вот традиция, она необычайно древна, а люди, приходящие в храм, мне кажется, просто хотят, чтобы пасхальный стол, который венчает Великий пост, очень важный для христианина, он состоял в основном из освященных продуктов. Поэтому все то, что хозяйка планирует в день Пасхи Господней поставить на стол, будь то фрукты, будь то мясная пища, колбаса, сыр, творожная Пасха, кулич, яйца, повторюсь, либо красное доброе вино, чтобы, опять-таки, разделить пасхальную радость с гостями, все это приносится в храм, освящается и затем уже освященно несется домой для того, чтобы в праздник Пасхи принять гостей и угостить их вот этим вот всем. А как следует праздновать Пасху невоцерковленному человеку? Мне кажется, что праздник Пасхи, как и все другие праздники, которые знает современный человек, он заслуживает того, чтобы мы праздновали его все вместе, независимо от того, воцерковленный человек, невоцерковленный, молился человек перед Пасхой, не молился, постился, не постился, верующий, неверующий, не так важно. По слову святого Иоанна Затаустова, который мы читаем на праздник Пасхи, мы должны все, независимо от того, какие мы, прийти к воскресшему Спасителю. И те, кто постились, и те, кто не постились, те, кто верят, те, кто не верят, мы должны все прийти для того, чтобы стать соучастниками вот этого великого праздника, потому что Христос воскрес не для тех людей, кто постился. Христос воскрес не для тех людей, кто Его ждал, Он воскрес абсолютно для всех. У нас у Бога нет разделения на тех, кто хороший или плохой человек. Не случайно, что в Писании так говорит, Господь дождь посылает одинаково и на праведных, и на неправедных. И солнце светит и на злых, и на благих. Поэтому я думаю, что праздник Пасхи одинаков для всех людей, живущих на нашей планете. Есть прекрасно православные обычаи – звонить в колокола. Скажите, а кто может это сделать? На праздник Пасхи, независимо от того, звонарь, ты церковный, не звонарь, разрешается по благосостоянию настоятеля храма подняться на колокольню и вот все, что у тебя есть радостного душе, попытаться излить в колокольний звон, так как ты сможешь это сделать. Поэтому я думаю, что если каждый христианин возжелает в этот день подняться на 4 колокольни нашего города и устроить небольшой колокольный звон в честь воскресения Господня, я думаю, это будет не только полезно для этого человека, но и радостно для всех людей, которые это будут слушать. В этом году еще по благословению Святейшего Патриарха мы будем устраивать особый звон в праздник 70-летия Победы. И я думаю, что вот мы с праздника Пасхи начинаем, мы начнем уже готовиться к этому событию. В полдень мы ударим во все колокола в память о как раз том великом событии, которое грядет к нам 9 мая. А попроситься на колокольню можно элементарно подойти, и у любого священника, который будет на титуле взять благословение, подняться на колокольню и благочестиво позвонить, не выпав при этом с колокольни на землю. Что бы вы хотели пожелать всем православным, да и людям просто? Вы знаете, когда человек приходит в мир в своем детстве безоблачном, почему-то для человека все люди хорошие. Вот я помню свое детство, и не устаю об этом рассказывать, мы дружили всем двором, у нас был огромный спаянный детский коллектив, и мы всегда, особенно когда приходили времена религиозных праздников, а мы их не особо знали, но мы знали, что можно вкусно покушать у людей, которые на Пасху собираются в храм, и у тех, кто приходит на мусульманские праздники в мечети. Мы знали эти фразы, айд, Христос воскресе, мы все это знали с детства, и люди, глядя вот на эту толпу ребятишек, которая бегала около храма, мечети, всегда с улыбкой отзывались и давали какие-то нам воздаяния, которые нам было очень приятно получать. Я думаю, что вот хотелось бы, чтобы каждый из людей, живущих в нашем городе, в нашей области, вспомнил свое безоблачное детство, вспомнил о том, с какой особой любовью он ожидал какого-то праздника, о том, как он с каким-то особым чувством шел, быть может, первый раз в храм, о том, как он первое утро после Пасхи возвращался домой, когда-то в детстве с бабушкой или с дедушкой, то есть вспомнил о тех добрых традициях, которые всегда были в нашем народе. И я не случайно, когда мы говорили с вами о застоле, сказал, что двери христианских семей не закрывали всю Пасхальную неделю. Хоть кто мог прийти, и потом тому, как он калидовал на Рождество, на Святочной неделе, так же и здесь прийти, пропеть тропарь Пасхи, сидеть за стол, поговорить о воскресшем Христе, поздравить друг друга, прикоснуться к этому пасхальному застолью. Все это говорило об одном — о том духовном единстве, которое было в народе. И вот я думаю, что помимо тех духовных пожеланий, которые во всех храмах верующие люди услышат, всем нашим землякам хотелось бы пожелать, чтобы вот грядущий год, который так много праздников нам принесет, начиная от Дня Победы, 20-летием Ассамблеи народа Казахстана, 20-летием Конституции, другие праздники, которые нам грядут, чтобы этот год был наполнен вот этим детским восприятием действительности, радости всем, любви, а самое главное, мне кажется, мира над головой. Спасибо вам, Владык, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии был епископ Петропавловский Булаевский Владимир. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова